Привет, путешественники! С вами Феликс Набиев. Мы недавно с большой компанией друзей вернулись из Турции и на личном опыте убедились, что все формальности, связанные с правилами въезда и требованиями по COVID проще, чем кажется. В этом видео я расскажу все о перелете в Турцию, дам самую актуальную на сегодняшний день информацию о ПЦР-тестах, вакцинации и других моментах. Будет полезно тем, кто первый раз едет в Турцию и бывалым путешественникам. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как все на самом деле легко и просто. Ну что, полетели путешественники? Первое, что вам необходимо знать, это быть в аэропорту за 3 часа до вылета международного рейса. По прибытии в аэропорт сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к стойкам регистрации. Перед поездкой в аэропорт обязательно ознакомьтесь с правилами провоза багажа и ручной клади. Эта информация прописана в маршрутных квитанциях авиабилетов. Это нужно сделать обязательно, потому что сегодня, в период пандемии, многие авиакомпании уменьшили вес багажа, который всходит в базовый тариф. При прохождении регистрации обязательны следующие документы. Это загранпаспорт, маршрутная квитанция, ХЭС-код и одна из справок, связанная с COVID. Если с первыми двумя документами все понятно, в остальных нужно подробнее разобраться. Итак, ХЭС-код. Это персональный код, выданный Министерством здравоохранения Турции. Чтобы его получить, нужно заполнить анкету здоровья на специальном сайте Министерства за 72 часа до вылета. Сформированный документ сохранить себе на телефон или распечатать. Ссылку на сайт для заполнения этой анкеты я оставлю в описании под видео. Также я подготовил для вас отдельную видеоинструкцию о том, как легко заполнить эту анкету. Посмотрите по ссылке в описании видео. Итак, у нас уже три обязательных документа для въезда в Турцию. Это загранпаспорт, маршрутная квитанция и ХЭС-код. Нужна еще одна справочка. И она у каждого индивидуальна. Сейчас мы по ним пройдемся, а вы для себя определите, какой вариант вам подходит. Начнем с самого простого и нового правила. С 6 сентября детям до 12 лет не нужно сдавать ПЦР-тест и иметь справку о вакцинации. Всем, кто старше, нужен один из четырех ниже перечисленных документов. Итак, первое. Это касается туристов, вакцинированных двухкомпонентной вакциной «Спутник Ви». Вам нужно предоставить сертификат о вакцинации на английском языке с номером загранпаспорта. Его вы распечатываете с сайта госуслуг, заранее внеся данные загранпаспорта. Для въезда в Турцию нужно, чтобы с момента второй вакцины прошло не менее 14 дней. Пример такого сертификата я добавил по ссылке в описании видео. По новым правилам, с 14 сентября всем вакцинированным однокомпонентным спутникам «Лайт» нужно сдавать ПЦР-тесты. Такой сертификат уже не подходит. С 20 сентября сертификаты о вакцинации препаратами «Эпивак Корона» и «Ковивак» не принимаются к перевозке такими авиакомпаниями, как «Нордвин» и «Пегас Флай». На этом по сертификатам вакцинации все. Второй документ, который можно использовать для въезда в Турцию. Касается туристов, которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, но не менее чем за 28 дней до даты въезда в Турцию. Вам нужно предоставить справку о том, что вы переболели на английском языке с печатью организации, QR-кодом и номером загранпаспорта. Третий документ, который можем использовать. Всем невакцинированным и не переболевшим туристам нужно сдать тест. По поводу тестов. Их два. Первый вариант – это экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным результатом, сделанным в течение 48 часов до прибытия в Турцию. Справка должна быть на английском языке с печатью и QR-кодом. Второй вид тестирования самый популярный – это ПЦР. Его нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Отчет времени действия начинается с даты забора биоматериала. Тест должен быть отрицательным, справка на английском языке в электронной форме с QR-кодом, либо в распечатанном виде с QR-кодом и оригинальной печатью лаборатории. Копии такой справки не принимаются. Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям на COVID и выдающих такие справки, вы найдете на сайте Роспотребнадзора по ссылке в описании. Думаю, сейчас вам стало понятнее, как обстоят дела с документами. Далее продолжим рассказ о перелете. Итак, мы остановились на стойке регистрации, где предъявили вышеперечисленные документы. Тут же вы сдаете багаж и получаете посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на борт самолета. После прохождения регистрации проходим таможенный и паспортный контроль. Перелет в Турцию составляет, как правило, 3 или 4 часа в зависимости от региона, из которого вы вылетаете. По прилету в аэропорт сразу пройдите на паспортный контроль, получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж, с которого будет выдаваться на данной ленте. Далее вы ходите из здания аэропорта, подходите к стойке своего туроператора, отдаете один экземпляр ваучера или по другому путевке. Узнаете номер вашего автобуса до отеля и проходите к нему. Пока вы будете добираться до отеля, обязательно прослушайте всю информацию, которую сообщит сопровождающий гид. Также он проинформирует вас о времени встречи с вашим отельным гидом. Итак, по всем формальностям, по перелету в Турцию мы с вами прошлись. Как видите, ничего сложного, все просто и легко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, в которых я сделаю большой обзор невероятно красивого отеля Gold Island и достопримечательности Алании. До новых встреч!